Птица Гоголь Нос в главный орган человека и в человека, главного героя, и нос самого Гоголя не менее знаменит, чем повесть Гоголя. Нос, написанная то еще птицей русской и мировой литературы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой! Цирюльник Иван Яковлевич нашел в хлебе нос. А майор Ковалев не нашел носа у себя на лице. Цирюльник выкинул нос в реку, а нос в мундире статского советника разъезжал по Петербургу. Ковалев нос догнал, но тот вернуться отказался. Полицейский принес нос Ковалеву, но нос к лицу не приклеивался, а потом возник там сам с собой. Не лепится, но не лепится. Это и сюжетом-то не назовешь. Памятник носу на Вознесенском проспекте Петербурга, там, где жил цирюльник Иван Яковлевич. Он-то сразу узнал. В хлебе нос майора Ковалева, которого он бреет по воскресеньям и средам. Но как Иван Яковлевич мог отрезать нос, если у Ковалева на лице ни шрама, ни царапины, только гладкое место? Черт знает что, какая дрянь, произнес он плюнувшим. Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего. Нос – древний символ сугубого мужества и тщеславия. А Ковалев ищет себе невесту, чтоб 200 тысяч приданного, и пост вице-губернатора. Как он теперь будет нос задирать, добиваясь того и другого? Как же мне без такой заметной части тела? Это ведь не какой-нибудь мизинный палец на ноге, который я с сапога никто не увидит, если его нет. Нет автора, который более понимает своего героя, чем Гоголь. Гоголь в письме Балабиной. Часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше, ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были бы величиной с добрые ветра. Указано нос майора Ковалева. У Гоголя был другой формы – длинный, тонкий, прямой. Но, конечно, повесть он написал и про свой нос, и про нос вообще. Гоголь сложил гимн великому герою. И, как положено, поставлен памятник на родине героя, а с ним обращаться надо, как положено. Отделенный нос Ковалева оказался статским советником и прячется по самый нос в расшитом воротнике мундира. Главное, оторвавшись от балласта второстепенного, конечно, поднимается вверх, и нос Ковалева, штатский генерал, на два чина выше самого Ковалева, штатского майора. Для славянофильского журнала «Московский наблюдатель», куда нос предназначался, это все чересчур дерзко, фантастично, чересчур по-петербургски. Гоголь, Погодину, издателю журнала «Московский наблюдатель». Обосрались вы с вашим журналом. Если ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может быть в Казанской церкви, то можно перевести его в католическую. Впрочем, я не думаю, что она до такой степени уж выжила из ума. Но в Москве нос не пустили и без цензуры. Повесть отвергла редакция журнала. Нос в своем «Современнике» напечатал Пушкин. Вот ведь до чего ж его пером водит высшая сила? Господь или черт в этом-то случае? Богобоязненный человек Гоголь такого, наверное, себе и помыслить не мог. Но бесстрашный писатель Гоголь свободно написал «Нос зашел в Казанский собор» и не понимает, а что тут такого. И даже не понимает, а что может смущать цензуру в том, что нос зашел на службу в Кафедральный собор российской столицы. Но, конечно, цензуры это не пропустили. И завести нос в Католический собор там напротив тоже не позволили. Гоголь вынужден будет написать, что нос вошел в гостинный двор. Из-под палки халтурно написал «Гоголь даже не стал придумывать носу никакого занятия в главном универмаге империи». И цензура схалтурила. Казанский собор убрала, но в тексте осталась молодая дама, которая наклоняется и подносит руку колбу. Зачем бы это ей делать в магазине? Потом-то повесть, конечно, печатали в авторской редакции с носом в Казанском соборе. По Гоголю нос в Казанском соборе молится с выражением величайшей набожности. Вот ведь не боится автор греха. Ковалев подступается сугубо к Гоголевской бытовой аргументации, которая должна оправдать и дикость разговора, и дикость его логики. Призывая нос вернуться на место, Ковалев ему объясняет. «Я майор, и не без носа неприлично. В какой-нибудь торговке, которая продает очищенные апельсины на Воскресенском мосту, можно сететь без носа». Как будто дело в том, что очищенные, что апельсины и на Воскресенском мосту. Как будут не очищенные лимоны на Пантелеймоновском мосту, так другое дело, без носа опять нельзя. Нос, конечно, не согласен возвращаться. Говорит, что они с Ковалевым служат по разным ведомствам. «Между нами не может быть никаких тесных отношений». Нос оставляет Ковалева с носом. Он его за нос водит, он ему нос утирает, и катастрофа уже на носу. 25 марта нос пропал с лица и появился в хлебе. Цирюльник Иван Яковлевич, идя тогда с Воскресенского проспекта, завернутый в платок нос выбросил с моста. 7 апреля нос вернулся на свое место. Сотворенный Гоголем мир начался и кончился. А для тех, кто спросит, ну и что? Монолог Резонера в самом конце повести. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Во-первых, пользы Отечеству решительно никакой. Во-вторых, ну и во-вторых, тоже нет пользы. А все однако же, как поразмыслишь, во всем этом право есть что-то. Кто что ни говори, подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывает. После трех с лишним лет в Европе Гоголь с первыми главами мертвых душ приезжает в Россию. Несколько раз он читает начало поэмы в литературных салонах своих друзей. Это проверка. Как звучит, как принимается его главное творение. Гоголь приезжает и в Петербург, но отныне его город в России Москва. Деревянный особняк в самом центре. Сейчас для Москвы такая же невидаль, как во времена Гоголя для Петербурга. Деревянной может быть лачуга на окраине. Москва 19 века, старая столица. Хранительница русскости и национальных традиций. Она литературе судит глубже и серьезнее, чем ветреный модник Петербург. И уж если кого Москва оценит, то принимает радушнее, обнимает крепче, угощает слаще. В таких задушевных особняках гнездились писатели славянофилы, ревнители русского своеобразия. Для них Гоголь с вечеров на хуторе Блездиканьки народный писатель Российской империи. Москва встречает Гоголя как своего. Она первой назовет его живым классиком, светилом. Хотя в Москве недолюбливают гоголевскую фантасмагорию, считая ее чуждой, западной. И подозрительны для московских друзей объяснения Гоголя, что писать о России ему лучше за границей. И уж совсем не разделяют они гоголевского увлечения итальянской кухней. Сергей Оксаков. Вдруг прибегает к нам Гоголь, вытаскивает из карманов макароны, сыр, пармезана, сливочное масло. Макароны по приказанию Гоголя не были доварены. Он сам принялся стряпать, засучил обшлага и двумя соусными ложками продолжал долго мешать. То, что Оксаков называл стряпать, это заправка отваренных макарон маслом и сыром пармезаном. Гоголь не просто макароны готовит, а настоящую пасту по-итальянски. Это только на русский взгляд. Если он стряпает, то он значит и повар. А в Италии умеют готовить все. Это жизненно необходимый навык. И, конечно, у Гоголя здесь проявляется тамошняя привычка. Как только распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великой торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны были очень вкусны, но многим показались недоварены. Но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались. Недоварены, так Аксаков понимал аль денте, твердинку в правильно приготовленной итальянской пасте, переваривать которую худший грех. Московские славянофилы этого гастрономического итальянофильства не понимали, но сносили. В тот свой приезд Гоголь готовил пасту у Аксаковых регулярно. Гоголь собирается назад в Италию, обещая друзьям в следующий раз привезти законченные мертвые души. Перед отъездом 9 мая в день святого Николы Вешнева справляет свои именины в саду дома издателя Михаила Погодина, у которого он жил. Огромный сад тянулся по нынешней Погодинской улице почти до Новодевичьего монастыря. На застроенной ныне Погодинской улице жива только одна еще старая липа, которая помнит Гоголя. 170 лет назад здесь сидели Петр Чаадаев, Сергей Константин Аксаковы, поэты Вяземский и Боротынский, ведущие актеры России Щепкин и Садовский. Вообще вина заказывали из расчета на 40-50 человек. Гоголь живет и столуется по чужим домам. Без конца занимает и перезанимает деньги. Надо хоть разок попотчевать всех, кто к нему так добр. Еще имененное приготовление. Соловьи в саду пели. Ну, когда им положено, рано утром и поздно вечером. Но у сына Погодина Дмитрия дома были соловьи в клетках. Втайне от гостей клетки прятали по разным концам стола. Звяканье ножей вилок бокалов заставляло Соловьев петь в неурочный час, услождая слух. Дмитрий Погодин об именинах Гоголя. Гоголь был посвящен Соловьиную тайну и оставался доволен, когда птичий концерт удавался. Именины Гоголя под липами будут справлять еще и в 1842 году и в 1849 году. По московским меркам вполне сохранившееся место. Конечно, и парк другой, и пруд, но остаток Девичьего поля и, конечно, монастырь еще удерживают дух того места, где Гоголю в России, видимо, было счастливее всего. В конце 30-х, начале 40-х, работая над мертвыми душами, Гоголь укорененный римлянин. Порой отъезжает из своего города во Францию, Германию или Россию, но с тем, чтобы вернуться в дом на Виа Феличия, нынешней Виа Систина. Только тут Гоголь чувствует радость возвращения к себе, где все привычно, знакомо, неизменно. И он пишет, как открывшие окна все о том же говорят друг с другом его соседки, Анунсуната, Роза, Дында, Нана и другие. И самого Гоголя здесь мало-помалу признают за своего. В переписях римского населения Гоголь среди жильцов своего дома сначала фигурирует как протестант, потом один поляк Гэ, потом как Коколи Николо, наконец, Гогол Николо Руссо и даже Гогол Николо Руссо Пусиденте помещик. Когда сюда, сопровождая по Европе своего воспитанника царевича, приезжает Жуковский, Гоголь водит его по Риму ежедневно. Жуковский тогда делает несколько великолепных рисунков. Гоголь на них всегда спиной, а Рим так сказать лицом. Еще изображение Гоголя в Риме уже изобретена светопись и на этом первом виде фотографии до геротипа 1845 года Гоголь среди римской колонии русских художников. Гоголь явно щеголеватие заросших бородачей-живописцев. Он почти в профиль на этом объективном изображении и нельзя сказать, что выглядит чрезвычайно длинноносым. Ну, длинный у Гоголя нос, тонкий, острый, но никак не до уродства. Справа от Гоголя его самый близкий друг в Риме художник Александр Иванов. Еще один русский, которому в Риме висит мемориальная доска. Великий живописец Александр Иванов был послан в Италию после Академии художеств. Здесь, в мастерской на улице Вантаджо, он 20 лет пишет знаменитую картину «Явление Христа народу», начав ее примерно тогда же, когда Гоголь мертвые души. Бывшая римская мастерская Иванова сейчас тоже художественная студия. Ни под что другое это помещение и использовать нельзя. На рисунке самого Иванова печка в середине зала. На полу и сейчас от нее след. Дополнительное отопление требовалось, поскольку для библейской картины натурщики позировали полуголыми. «Если здесь печка, то тогда здесь подиум, на котором позируют натурщики. И значит, тут Иванов, работающий над картиной. Явление Христа народу занимает всю эту стену. А из той двери в декабре 1845 года в мастерскую Александра Иванова входит царь Николай I. Царь наносил визит к папе Римскому. Придя в мастерскую, он благословляет завершение картины. Иванов привезет свой шедевр в Россию через 13 лет, за два месяца до кончины. Колоссальное полотно теперь занимает целую стену в Третьяковской галерее. Вообще-то не принято, что персонаж исторической картины имел бы портретное сходство с современником художника, но трудно отделаться от впечатления, что самого дальнего от зрителя и самого ближнего к Христу Иванов писал буквально с Гоголя. Этого персонажа еще называют первоприближенный к Христу. Характерный профиль, нос, даже стрижка прическа, усики у единственного среди прочих бритых и бородатых, еще бурый цвет одеяния почти совпадает с цветом халата, в котором Гоголь на знаменитом портрете работы Иванова, писанном, разумеется, тоже в Риме. В Риме Гоголь легко называет себя нищим. Постоянного дохода у него снова нет, и высшим богатством жизни здесь остается сам Рим. Ради него Гоголь все же отвлекся от мертвых душ. Автор пяти петербургских повестей написал одну римскую. В ней есть герой-человек, но даже более чем в петербургском цикле главный герой повести Рим живой город. Человек в повести Рим нужен, чтобы внимать городу, заключая, только здесь слышно присутствие архитектуры и строго ее величие как художество. И чем дальше, тем чаще и чаще растут дворцы и соборы, и герой повести, а вместе с ним Гоголь восклицают, когда и как успели они это наделать. Эти эти величавые архитектурные чудо остались как призраки, чтобы попрекнуть Европу в ее китайской мелочной роскоши, в игрушечном раздроблении мыслей. Поэтому, когда римлянин поехал в Париж, он увидел пустоту моды, прогресса и революции и вернулся в Рим к красоте, вечному покою и политической стабильности папской области, когда весь Рим и округа это государство Ватикан и жизнь проходит при монастыре. Куда уж до этого идеала суетному Парижу? Критик Виссарион Белинский о повести Рим Страшно подумать о Гоголе, ведь во всем, что не написал, одна натура, как в животном, невежество абсолютное, что он наблевал о Париже-то. Мы все про закаты солнца в Италии пишем. Да воды вели с куплетами. Да, да. То еще первое политическая размолвка Гоголя с новыми людьми еще не скандальная, без огласки. Да и в самой повести важнее политики то, что, как прежде в Петербурге, Гоголь душу Рима выразил и в ней свою. Герой повести Рим въезжает в родной город после долгой разлуки через эти ворота и сердце колотится, когда обнимает его красавица площадей пьяца дель попола. Это, конечно, Гоголь про себя пишет, про свои возвращения сюда. Тут ведь не просто Рим. Яце дель попола это его родной микрорайон. Там подальше квартира самого Гоголя, здесь поближе мастерская Александра Иванова, между ними Греко и другие их любимые трактиры, кварталы обычных прогулок. Здесь каждый камень Гоголя знают. Строгой стрелой Гоголевского пробора пролегла отсюда, туда, улица Бабуина. от нее разобранными на сторону волосами прочерчены направо остриженные переулки покороче, налево пряди улиц подлиннее, А посредь площади колонна взметнулась тонко стройной громадой Гоголевского носа. По словам Гоголя, Пушкин не просто дал ему сюжет мертвых душ, но и убедил, чтобы после повестей пьес он написал бы роман. Гоголь о наставлениях Пушкина привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько замечательных повестей, но если бы не принялся за Дон Кишота, то никогда бы не занял того места, которое занимает теперь. Сюжет аферист Чичиков ездит по помещикам, скупая мертвые души. Основан на казусе тогдашней фискальной системы. Налог на имущество крепостных крестьян платили ежегодно, а само имущество пересчитывали гораздо реже, только при переписях. Все умершие между переписями души населения продолжали числиться живыми, и за них продолжали платить налог. Народ мертвый, оплати как за живого. Гоголь первый том мертвых душ закончил в 1841 году. Предыдущая перепись была в 1934, а следующая будет только в 1950. Это ж сколько мертвых душ за 16 лет накопится. Их никто не считал, прости мою душу. Ты пожалуйста их перечти и сделай подробный реестрик. Вот бизнес-план Чичикова. Объехать помещиков, предложив им продать мертвых, а юридически живых душ, тем уменьшив их налогооблагаемую базу. Приобретенное имущество оформить себе в собственность. Если собрать тысячу душ, под них можно получить 1200-250 кредита. Это на всю жизнь хватит. И с кредитом скрыться. Трогай! Александр Калягин в фильме Михаила Швейцера пробыл Чичиковым дольше, чем Чичиков у Гоголя ездил по усадьбам. Я вообще убежден, что каждый из нас Чичиков. Каждый из нас Чичиков в той или иной степени. У Гоголя написано, что Чичиков приобретатель человеческих душ. А цель копеечка, но по пути мы приобретаем души сначала, которые очень милы, противны, дурно пахнут, обаятельны, очаровательны, даже можно влюбиться в них. Но это все души для того, чтобы в конце концов приобрести главную копеечку. Дорога, известный книжный прием перехода от героя к герою. Чичиков мотается по губернии закупщиком, и Гоголь специально поясняет, мол, я тут ни при чем. Это все Чичиков. Куда ему вздумается, туда мы и должны тащиться. Гоголь вроде бы Санчо Панса при своем Дон Кишоте. Пушкину Гоголь обещал показать с одного бока всю Русь. Это удалось. Наряду с Евгением Монегиным и романами Толстого «Мертвые души» конечно это энциклопедия русской жизни. Написанное при этом в основном в Риме. 500 червонцев, полученных через Жуковского от царя в самом начале итальянской жизни не хватило. Испрошен грант от царского сына. Жуковский своему воспитаннику наследнику престола будущему Александру Второму Гоголь в самом стесненном положении. Ему нужно 4000 рублей. Не можете ли судить меня этой суммой? В Риме же Гоголь принимается по его выражению за совершенную очистку. мертвых душ прежде чем вести рукопись для издания в Россию. Для этого ему нужен переписчик. Вторую половину снимаемой Гоголем римской квартиры почти всегда занимает кто-то из русских. В середине 1841 года критик Павел Аненков ежедневно здесь под диктовку Гоголя набело переписывает мертвые души. От палящего римского солнца прикрыты ставни. Аненков сидит за большим столом в середине комнаты. Гоголь диктует ему мерно, спокойно, вдохновенно. Только в самых важных для себя местах он встает, сопровождая диктовку каким-то повелительным жестом. Мертвые души еще и потому поэма, что писалась и переписывалась произносимая вслух. В ней ритм гоголевской речи. Аненков оставил подробные мемуары про переписывание им шестой главы. От выезда Чичикова к Плюшкину до возвращения его на постоялый двор. Потребовавший самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко. Заснул чудесным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей. Даже среди прочих глав мертвых душ поездка к Плюшкину, к этой прорехе на человечестве поражает особо. аненков переписчик мертвых душ по окончании всей этой изумительной шестой главы я, положив перо, сказал, я считаю эту главу гениальной вещью. Гоголь крепко сжал тетрадку, по которой диктовал и произнес тонким, едва слышным голосом. Поверьте, что и другие не хуже ее. Шестая плюшкинская глава – это 18 книжных страниц бористым шрифтом. В тот день Гоголь больше не диктует, предлагая прогуляться до ужина, подняться до садов и вилл, которые на холме над его улицей. Едва свернули в переулок ведущий наверх, как Гоголь затянул разгульную малороссийскую песню, а потом пустился в пляс и выделал такие коленца, что вскоре в руке у него осталась только ручка от зонтика. Обломившуюся часть поднял, песню продолжил. Там наверху они не попали ни на виллу, ни в сад, выпили по стаканчику вина и спустились в город ужинать. По словам Аненкова, так Гоголь справлял мир с самим собою. Этот переулок свидетель римского счастья Гоголя. В шестой же главе одно из мест, где неожиданно прямо прорывается в мертвые души Рим. Он вдруг возникает в саду Плюшкина, где береза похожа на мраморную колонну. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленный бурью или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна. Косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. КОРОВА 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 Собакевич его предупреждали не ехать, но он поехал. Плюшкину он ожидал такого увидеть? Конечно, нет. Конечно, нет. Он даже перепутал бабу это или мужик кто-то стоит вообще. Коробочка помещица мелкопоместная. У нее 80 крепостных крестьян. Манилов и Собакевич помещики средней руки, по несколько сот крепостных. Самый богатый Плюшкин, больше тысячи душ. А имение у всех в одинаковом упадке и дома господские похожи. Старые, запущенные, давно нуждаются в ремонте. И они, их хозяева уже не живут, а доживают. Бум строительства и благоустройства усадеб начался при Екатерине после указа о вольности дворянства. То есть во времена Гоголя массовое русское имение, оно примерно полувековое, но лучшие свои времена уже пережило и очень часто заложено, как у матери Гоголя. Когда эти дворянские гнезда станут вековыми, их отпоют повести Бунина про дворянские усадьбы писали только унылительно восторженно. Период помещичьего полураспада. И как всегда у Гоголя говорящие фамилии. Угодливый Чичиков, запасливая коробочка, мечтательный Манилов. Тут есть что играть. Вон угрюмый собакевич запросил за мертвую душу по 100 рублей, а Чичиков сбил до 2 рублей 50 копеек. И как же купались в сцене их торга корифеи художественного театра Владимир Белокуров и Алексей Грибов. Давайте же за даты 10 рублей. Давайте по крайней мере хоть 50. Цензура, конечно, сочла сюжет предосудительным. Гоголь о реакции московского цензора. Как только услышал название мертвой души, закричал голосом древнего римлянина. Нет, этого я никогда не позволю. Мертвой души не может быть. Автор вооружается против бессмертия. В Москве книгу обвинили и в нападках на крепостное право. Его противником Гоголь не был. Но вышло так, что да, кризис строя отразил. В мертвых душах все все время ссылается на неурожай, как на причину расстройства дел. В разгар работы над мертвыми душами в 1839 году Гоголь приезжал из Рима в Россию, тот год как раз был неурожайным. Это вовсе не обязательно означает засуху. Эффективность помещичьего землевладения низкая. И кроме общероссийского в каждом умении может быть свой неурожай. Вообще российская урожайность тогда самая низкая среди европейских держав. Она ниже не только, чем в Австрии и Франции, но даже ниже, чем в Пруссии. А крепостное хлебопашество зачастую бывает любых доходов. Хоть бы даже и торговать мертвыми душами. Цензурный запрет в Москве заставляет Гоголя лавировать. Здравствуйте, Николай Васильевич. Втайне от друзей славянофилов он встречается с лидером враждебного лагеря западников критиком Белинским. Вы отдаете мне вашу поэму? Да. Тот отвезет рукопись в Петербург. Опять привлечены высшие силы империи. Разрешение получено, но петербургская цензура не пропускает главу о капитане Копейкине. Ее Гоголь перерабатывает, смягчая. И к названию книги заставляют прибавить похождения Чичикова. Мол, авантюрный роман. Под этим старым переплетом, чтоб сохраннее, первое издание мертвых душ. Обложка по рисунку самого Гоголя. Навязанная цензурой похождение Чичикова или мелко, потом крупнее, мертвые души. Самое крупное поэма, еще мельче, Н. Гоголя. Такие вот у автора приоритеты. Птица-тройка летит, верстовой столб, рюмочки-бутылочки, рыбина на блюде. Но все мелко, все будто тонет в орнаменте. А в завитках орнамента не сразу даже разглядишь. Черепа. Черепушки, черепушки, тут черепушки, тут черепушки, тут черепушечки. В главном труде все сошлось. Драматическая пружина и характеры, стихи в прозе, лирических отступлений и так ценимое Пушкиным умение выставлять пошлой жизни. Чего только стоят дама приятная и дама приятная во всех отношениях. Поздравляю вас. Аборок более не носит. Как не носит? На место их фистончики. Ах, это нехорошо, фистончики. Фистончики, все фистончики. Пелеринка из фистончиков, на рукава фистончики, и палеты из фистончиков, внизу фистончики, везде фистончики. Нехорошо, Софья Ивановна, если все фистончики. Мила, Анна Григорьевна, да невероятность. Ну, Софья Ивановна. Юбка вся собирается вокруг, ну, как бывало в старину фижмы, даже сзади немного подкладывают ваты, что было совершено бельфам. Первое издание «Мертвых душ» поспело как раз с именином Гоголя. Справляя их два года назад, он обещал друзьям закончить книгу. И теперь снова собирает гостей в Погодинском саду, от которого еще жива одна липа. 1842 год, по старому стилю, 9 мая, день победы Гоголя. Ему только что минуло 33 года, и он закончил великий труд самую большую поэму национальной литературы. Он русский гомер. Правда, гонорары за русскую Одиссею уходят на погашение долгов, которые автор наделал, работая над книгой. Прибыли ему не остается никакой. Вечером уже дома Гоголь собственноручно варит для гостей жженку, принятый тогда дежести в смесь сухого вина, шампанского и рома, который горит, когда им обливают кусок сахара. Указывая на голубое пламя, Гоголь обычно шутил, это Бенкендорф исправляющий желудки. Имелся в виду знаменитый шеф жандармов и голубой цвет мундиров царской спецслужбы. Редкая для Гоголя политическая шутка. Вроде еще менее, чем для мертвых душ подходит Рим, что писать в нем повесть «Шинель». но Гоголь обожает ненатопленное тепло, то есть солнечное. И вечный город ему лучшее место сочинять историю об убогом чиновнике, мерзнущем в промозглом Петербурге без шинели, без пальто с подбоем. Звать несчастного Акакий Акакьевич с греческого «кроткий сын Кроткого». Вроде чересчур, но никак не могли ему найти имя. Вот и повторили отцовское. Церковный календарь. В день рождения Акакия Акакевича 23 марта по старому стилю православная церковь чтит память преподоба-мученика Никона и 200 учеников его с ним мучившихся. Имена этих 200 святцы не называют. И Гоголь их утрированно шаржирует. Матушке Новорожденного предлагают выбрать имена сначала Соси, Моки или назвать ребенка в честь мученика Хоздазата. Когда она говорит имена-то какие, ей предлагают на выбор Дула, Трифили или Варахаси, а потом Павсикахи или Вахтиси. Смелая ирония на тему имен христианских мучеников. Кротость в квадрате Акакию Акакевичу нужна, чтобы родиться на свет готовым чиновником в вицмундире с лысинкой и прожить жизнь первичной единицы миллионной русской бюрократии переписчиком бумаг, человеком-ксероксом, находя в этом свое счастье. Перебежать! Некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался, то был сам не свой. И подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами. Так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводила пирога. Это повесть об убожестве. Как ни жаль Акакия Акакевича, еще жальче, до чего может измельчать человек, божье создание. Марина Ниелова, готовясь играть Акакия Акакевича в спектакле «Шинель», убирает все человеческие черты, превращаясь непонятно в кого, почти в насекомое. Мне надо обзываться. Я насекомое, я насуществую. А чтобы ступать по земле, не по-человечески, левый сапог надевает на правую ногу, правый – на левую. Вот так, почти на цыпочках, вступает Акакий Акакевич, чтобы беречь подметки и сэкономленные на ремонте убежденьги прибавить к собираемым на шинель. А еще он так идет, чтобы не расплескать этот мир своего любимого переписывания любимых буквок. Идет, идет, пока лошадиная морда не окажется у Акакия Акакевича на плече, и не поймет он, что находится не на середине строки, а на середине улицы. Гоголь, приехав в Петербург, сам был последним человечком огромной столицы. Тоже мерзнущим. Сперва вовсе без работы, потом, как Акакий Акакевич, служа переписчиком. Гоголь в первом письме к матери из Петербурга. Покупка фрака и панталон, да на шляпу, сапоги и перчатки, да на переделку шинелей, на покупку к ней воротника до 80 рублей. Был ведь когда-то и Акакий Акакевич юным. И юный Гоголь страшился остаться в своем департаменте Акакием Акакевичем до старости. Эти 80 рублей, нужные ему в молодости, на покупку шинели, Гоголь на всю жизнь запомнит. Он такую цену даст за шинель Акакий Акакевичем. Вообще, по Гоголю, мороз, заставляющий тратиться на зимние шинели, это главный враг в Петербурге всех, кто получает 400 рублей в год жалования или около того. Акакий Акакевич получил именно 400. Он хотел потратить на ремонт старой шинели ну не больше 2 рублей, а тут изволя отдать 80 рублей на покупку новой. Но сам Гоголь он и 400 не получал. Он получал 30 рублей в месяц, это значит 360 рублей в год. Уж вы бы лучше сами вешали, а то развалится, будете потом с меня спрашивать. Да? Едва не опоздал. Но с мечтой о шинели грошовый мир экономии на чае, свечах и стирке нижнего белья обретает высший смысл. Копя на обнову, Акакий Акакевич будто женится на шинели и теперь с нею проходит свой жизненный путь. Ну вот, тут и живу. Но в первый же день их счастья шинель украдут, шинель-то моя, а на вздумавшего искать защиту у власти Акакия Акакевича наорет генерал и бедный чиновник умрет, не вынесет двух потрясений подряд. Калинки нос через фонтанку. Здесь после смерти Акакия Акакевича в сумерках стал появляться его призрак и срывать со всех плеч любые шинели без разбора и на соболях, и на куницах, и на кошках, и на вате. И наконец проезжал тот самый генерал, который обругал Акакия Акакевича. И вдруг чувствует, призрак схватил его за воротник твоей-то шинели мне и надо. И генерал сам сбросил с себя шинель и закричал кучеру во весь дух домой. А призрак схватил шинель подругу и унес ее с собой на тот свет и более не показывался. Сам молодой Гоголь зимней шинели за 80 рублей так и не справил. Он вырвался из ничтожной среды. Бедный чиновник превратился в нищего гения. Написанная за 10 лет до смерти шинель останется его последним законченным произведением, дошедшим до потомков. В последние 10 лет своей жизни после первого тома мертвых душ Гоголь несколько раз находится при смерти. Здоровье его очень зависит от работы, так что главный хронический недуг не пишется второй том мертвых душ. В конце 1843-го Гоголь едва не умирает в Марселе, но отправляется в спасительную для него дорогу. Едет зимовать в Ниццу. В Ницце всегда сезон. Она может быть и местом теплой зимовки. Во времена Гоголя Ницца это еще его душечка Италия принадлежит Сардинскому королевству и в состав Франции войдет позднее. А для обычной его зимовки в Риме у Гоголя тогда нет даже денег на дорогу. Гоголь живет у графов Вильгорских, а кормится попеременно у них же и у Фрейлины императрицы Александры Смирновой. Умница и красавица дружившая с Пушкиным и Жуковским Смирнова почитает Гоголя как своего духовного наставника. Кулиш записки о жизни Гоголя Гоголь списал собственноручно 14 псалмов и заставлял Смирнову учить их наизусть. После обеда он спрашивал у нее урок и лишь только она хоть немножко запиналась, он говорил не твердо и отсрочивал урок до другого дня. Не просто не пишутся мертвые души. Гоголь теперь хочет исправлять нравы, показывая идеальные примеры. А для этого не поэму нужно писать, а мораль читать. Смирнова жила в Ницце возле этого монумента мраморный крест. Гоголь с крестом в руке несет другим веру до того самонадеянно, что он отсюда из Ниццы пишет своим московским друзьям, как им читать книгу немецкого монаха Фомы Кимпийского о подражании Христу. После обеда разделяя на главы, выпив кофе. Вот куда делся великий юмор этого человека, если он не понимает, как нелепы и комичны его рецепты читать проповеди монаха на десерт. Кто бы мог подумать, Гоголь становится похожим на своих героев, такой манилов христианства. Художника в писателе вытесняет проповедник, хотя и ненаписанный второй том мертвых душ, конечно, гнетет. Снова от хандры спасает дорога, и Гоголь, если позволяет средства, маниакально колесит по Европе. Но это еще больше мешает писать. В этих своих скитаниях по Европе Гоголь заезжает и в Рим. Квартиры на нынешней улице Сестина у него больше нет. Гоголь останавливается в старейшем отеле города Чезари. И тут он странник, и тут он гость. Даже в Риме нет ему успокоения. И кажется, что больше нет прежнего Гоголевского Рима, но это больше нет прежнего римского Гоголя. И прежнего круга общения нет, а ближайшим другом Гоголя последних лет становится граф Александр Толстой, генерал, бывший губернатор и будущий оберпрокурор Синода, такой гражданский патриарх всея Руси. Про Александра Толстого говорят, что он тайно носит вериги, а в пост никогда не ест даже постного масла. Религия и здоровье две особых страсти двух друзей. Немецкий водный курорт Греффенберг, теперь это чешский есенник. Гоголь и Александр Толстой приезжают сюда лечиться на водах после того, как они говели и причащались в Веймаре. Гоголь наставляет Толстого, как тому молиться за него, Гоголя. Мол, я же занят святым трудом, пишу книгу об идеальной России, а мое здоровье так не крепко. Старые друзья терпеть не могли. И этого тона, и разговоров о здоровье фыркали. Все мы жили в его желудке. В смысле, как надоел Гоголь своими жалобами на пищеварение. А Толстой вот готов разделить миссию набожного паломника по минеральным источникам. Гоголь в письме графу Александру Толстому о своем здоровье начались запоры и прекращение всяких отправлений. Но благодарю милосердного Бога, да будет же во всем святая воля над нами создавшего нас, да обратится в нас все на вечную хвалу ему и болезни и недуги и все существование наше да обратится в неумолкаемую песню ему. И Чичиков по Божьей воле преобразится для новой жизни. А помогут ему в этом губернатор и сам царь. Так рассказывает Гоголь про продолжение мертвых душ. Но второй том все не пишется, Гоголю опять хочется читать мораль, хотя от хандры и это не излечивает. Чем болел Гоголь? Проблемы с желудком и приступы озноба, то, что случалось чаще всего, кажется не болезнью, а следствием ее. У Гоголя упадок сил бывал от упадка духа. Похоже, он мотается по курортам в надежде на прилив жизненных сил, который вернет ему легкость писания. Он больной модник, пользуется новейшими средствами. Тут в Гриффинберге самая первая в мире водолечебница, и по методу здешнего доктора Плесница больных заворачивают в мокрые простыни и заставляют их даже в холод ходить босиком по земле. Вот на такой почве составляет Гоголь свой сборник выбранные места из переписки с друзьями. А Белинский в знаменитом письме будет потом призывать его «Взгляните себе под ноги, вы стоите над бездной!» Выбранные места из переписки с друзьями – это рассуждения и наставления. Государственное управление России устроено мудро, а монархия дана ей самим Господом на зависть Европе, а особенно Соединенным Штатам. Русским надо побольше заниматься христианским самовоспитанием и здесь у писателя есть дельные советы, чтобы губернаторша надевала по шесть раз одно и то же платье, подавая другим дамам пример скромности, чем искоренялось бы взяточничество их мужей. А помещик собрал бы крестьян и объяснил со святым писанием в руках, что он их властелин от Бога. И все, что им не скажешь, подкрепи тут же словами святого писания. Покажи им пальцем и самые буквы, которыми это написано. Заставь каждого перекреститься, ударить поклон и поцеловать книгу, в которой это написано. Скандал по поводу выбранных мест вышел колоссальный. Нашлись верноподданные, уверявшие, что с этой брошюры начнется новая русская литература, что это выше мертвых душ, но сильнее слухи, что Гоголь просто сошел с ума. Его старые московские друзья в письмах порицают за чудовищное самолюбие, за гордыню быть учителем и судьей всей России, но отповедь Белинского жестче всех. С другого немецкого курорта, Зальцбруна, из этого дома ведущий русский критик, безнадежно больной чахоткой, за три дня просто-таки кровью выхаркивает Гоголю. Виссарион Белинский первым назвал Гоголя новым главой русской литературы. И теперь напыщенные оправдания российских порядков он считает изменой Гоголя самому себе. Да, я любил вас, Николай Васильевич. Белинский в письме Гоголю о России. Страна, где нет не только никаких гарантий для личности и собственности, но нет даже полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Откровенность письма от того, что оно написано, послано и будет прочтено на Западе. Потом в Россию ввезут его копии, и оно широко разойдется в тогдашнем самоздате. Почта в Зальцбруне, сейчас это польский щавний сдруй. Ведущий русский критик своего времени пишет ведущему русскому писателю своего времени о судьбах России, и оба они знают, что так спорите любимой родине, они могут только если один находится в Германии, а другой в Бельгии. Гоголь получит письмо Белинского в Астендер. Потом следующего ведущего русского писателя Достоевского за копию этого письма поведут на эшафот. Участие в кружке социалистов не докажут, но найденные при обыске листки сочтут достаточной уликой. Белинской в письме Гоголю проповедник кнута, апостол невежества, поборник абскурантизма и мракобесия, что вы делаете? Что вы подобные учения опираете на православную церковь? Это я еще понимаю, она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма. Но Христа-то зачем вы примешали тут? Гоголь страшные оплеухи противников своей книжки сносит стоически, хотя порой признается, что не понимает, как он от этого не умер. Сойдя с семьей графа Толстого за границей, Гоголь поселится с ней на родине. В просторном московском доме, который граф Александр Толстой занял, вернувшись из-за границы, Гоголю отведена особая квартира. Две комнаты здесь, в первом этаже, справа от входа, с отдельной прихожей. И сейчас, когда свернешь с Никитского бульвара, кажется, что в этом дворике спрятался от Москвы. А тогда даже по гоголевским меркам этот дом был как монастырь. Последний постоянный приют Гоголя на этом свете. Жить ему здесь с перерывами три года. Исключительное событие тех лет. Единственный очевидный роман Гоголя. Он увлечен графиней Анной Виельгорской и даже пробует к ней свататься. Анна Виельгорская младшая дочь одного из главных заступников Гоголя, графа Михаила Юрьевича Виельгорского. Гофмейстер двора, то есть заведующий императорскими штатами и финансами. Огромная должность. Виельгорский к Николаю Первому близок особо. Способный музыкант и композитор, граф руководит домашним оркестром, в котором царь играет на флейте. Вот еще почему государь доверял вкусу Виельгорского, когда тот хлопотал за ревизора и мертвые души. У Гоголя с Анной Виельгорской роман в письмах без взаимности зимой 849-50-го годов. Огромный собственный дом графов Виельгорских на нынешней площади искусств. Подходящее название. Сам граф Михаил Юрьевич как деятель искусства покровитель мус собирал на своей половине дома художественный и артистический круг, в котором Гоголь как свой. Но графиня Виельгорская, урожденная принцесса Бирон, на своей половине дома собирала только высший аристократический свет. Графиня Луиза Карловна очень уважала Гоголя как духовного учителя. Но Гоголь как потенциальный муж ее дочери это абсолютно невозможно. Гоголю даже не отказывали. Он проверил отношение к возможному сватовству через родных Виельгорских и, видимо, получил в ответ оскорбительное изумление. Как ему такое вообще могло в голову прийти? Анна Виельгорская выйдет замуж за князя Шаховского. Для русской литературы она худосочная уленька, которая во втором томе Мертвых душ очаровала было Чичикова. Он смотрел на нее как оторопелый и после уже очнувшись заметил, что у него был существенный недостаток. Именно недостаток толщины. Гоголь читает друзьям вроде готовые главы второго тома, но потом перерабатывает их. Он ездил к монахам Оптиной пустыни и даже совершил паломничество в Палестину. Богомолья не вызвали притока вдохновения. Второй том Мертвых душ автор то называет готовым и даже заговаривает о третьем, то сетует на необходимость работать еще. Сергей Аксаков. В самое последнее свидание Гоголь сказал, что он не будет печатать второго тома мертвых душ что в нем все никуда не годится и что надо все переделать. Очевидно, Гоголь догадывался о неисполнимости замысла многотомных мертвых душ с панорамами высоких и низких сторон русской жизни. Очевидно, в своем втором томе он многим оставался недовольным и в недостатках текста винил собственное несовершенство. Десять лет писания и переписывания они истощали и очевидно зрело понимание что результат не устраивает а заново написать другое уже не хватит сил. В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Гоголь совершает здесь поступок трагический и полный беспримерного авторского мужества. Он сжигает беловую рукопись второго тома мертвых тоже. Занемок Гоголь еще накануне но теперь болезнь смертельна ведь он жил со своим творением одной судьбой силы покидают стремительно Гоголь почти ничего не ест и отказывается от лечения самоубийство грех он угасает будто решив не выздоравливать граф Толстой призывает лучших докторов они терзание гения считают блажью и вопреки мольбам о покое рьяно принимаются за дело доктор тарасенков о лечении в последний день жизни Гоголя доктора Авера Клеменков велели подолей поддерживать кровотечение ставить горчичники потом мушку на затылок лед на голову и внутрь отвар они распоряжались как сумасшедшим кричали перед ним как перед трупом Гоголю суждено напоследок перенести муки принудительного лечения так страшно предсказанные им в записках сумасшедшего 21 февраля поутру лекари-мучители явились в дом на Никитском бульваре вновь чтобы продолжить но пока их не было Гоголь умер тихо будто уснул доктор Тарасенков приехавший раньше коллег запишет что лицо Гоголя выражало не страдание а спокойствие и ясную мысль унесенную в гроб к вечеру следующего дня тело переносит в церковь московского университета Гоголь был его почетным членом тогдашний конец февраля по старому стилю начало марта по-новому еще совсем зима и снега университетской церкви лежала по коленам как и сейчас на Никитской и Моховой стояли пробки те два дня пока шло прощание с Гоголем здесь невозможно было проехать из-за скопления людей санок и карет оттуда оттуда шесть верст на руках гроб несут на кладбище Даниловского монастыря и края процессии не видно Иван Тургенев проблем На кладбище Данилова монастыря точно хоронили покойника, в нем жизни не было за сутки двое до смерти и посмертную гипсовую маску с Гоголя снимали. На черном надгробном камне, заказанном Аксаковым, пронзительные слова из книги пророка Еремеи «Горьким словом моим посмеюся». Но не Данилов монастырь станет Гоголю последним приютом. Посмертная публикация разрозненных глав второго тома «Мертвых душ» по черновикам, может, и не прибавила поэме новой славы, но усилила уважение к писательскому подвигу. Вверх берет сострадательная линия русской литературы. Она считает Гоголя своим зачинателем. Знаменитые фразы, приписываемые то Достоевскому, то Тургеневу. Все мы вышли из гоголевской шинели. Теперь все безнаказанно называют Гоголя и великим, и гением. Через 10 лет после его смерти в Новгороде ставят памятник тысячелетия России. Здесь уже Пушкин и Гоголь – два столпа русской цивилизации. Стоят в обнимку. При жизни они никогда так не дружили. Отцом натуральной школы, классического реализма. Гоголь пробудет до 20 века, когда его, наконец, перечитают заново. Главный роман русского символизма «Петербург» Андрея Белого написан явно по мотивам Гоголя. Авторы сам на это указывали. Начало романа «Петербург» – перекличка с началом повести «Невский проспект». На Гоголевское «Невский проспект» есть всеобщая коммуникация Петербурга. Белый отзывается «Невский проспект» есть проспект для циркуляции публики. Не воздуха, например. Русский модернизм востребует абсурд Гоголя, фантасмагорию, странность, его смех и горечь. И поставит лучший памятник работы Николая Андреева к столетию со дня рождения в 1909. Потом советская власть возвращает принудительный реализм. Николай Васильевич Гоголь – великий художник-реалист, близок и горок советскому народу. И наследником настоящего Гоголя – Замятину и Платонову, Зощенко и Булгакову – станет туго. Михаил Булгаков в 1932 году описывает Москву и советскую литературу как главу из мертвых душ. И в воображаемом диалоге с Гоголем молит памятник великому учителю о спасении. Укрой меня своей чугунной шинелью. У партийных идеологов, в точности как у Николая Первого, Гоголь опять обличитель пороков. Предшественника социалистического реализма перезахоранивают на номенклатурном новодевичьем кладбище. Владимир Лидин. Вскрытие могилы Гоголя. Верхние доски гроба прогнили, но боговые целы. Весь остов скелета заключен в хорошо сохранившийся суртук табачного цвета. Под суртуком уцелело даже белье. Башмаки, полностью сохранившиеся на высоких каблуках. Бесхозный черный оксаковский камень с прежней могилы Гоголя вдова Булгакова потом поставит на могиле мужа. Эстафета по праву. Мастера и Маргариты, главной книги самой читающей советской страны, без Гоголя бы не было. Еще оборванная линия гоголевских наследников. В ленинградском доме книги на Невском гнездились изумительные поэты-абериуты. Олейников, Феденский, Заболоцкий, Хармс. Всех их, последних парадоксальных авторов советской литературы, репрессируют. Абериуты в доме книги кормились в детских журналах «Чиш и Ёж», который возглавлял Самуил Маршак, классик детской литературы, написавший про писательский Петербург страницей Гоголя ложится Невский. А самый знаменитый абериут Даниил Хармс в середине 30-х годов специально сфотографировался на балконе дома книги, почти зависнув над Невским, демонически вглядываясь в проспект. Он-то умел видеть и по-гоголевски, и Гоголя, и не только на этой улице. Даниил Хармс из цикла «Веселые ребята». Пушкин шел по Тверскому бульвару и встретил красивую даму, подмигнул ей, она как захохочет. «Не обманете, — говорит Николай Васильевич, — лучше отдайте три рубля, что Дайвичи в буриме проиграли». Пушкин сразу догадался, в чем дело. «Не отдам, — говорит дура!» Показал ей язык и убежал. Что потом Гоголю было? «Сто лет прошло со дня смерти Гоголя, но вечно живы произведения его, поспевающие могучую силу нашего народа». У власти свой Гоголь. В последний сталинский год, 1952-й, Гоголю-сатирику-самодержавие устраивают пышное «Столетие со дня смерти». 2 марта Арбатскую площадь в Москве заполнили тысячи людей. Они собрались на открытие нового памятника великому русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю. Меланхоличного классика убирают с Гоголевского бульвара. Чего он тут грустит? А на его место ставят бодрого дядьку с подписью «Николаю Васильевичу от правительства Советского Союза». На 19-м съезде ВКПБ Маленков читает доклад за Сталина. И в нем «Нам нужны советские щедрины и гоголи». Будет ходить шутка «Нам нужны подобрее щедрины и такие гоголи, чтобы нас не трогали». Другой памятник, скорее времени, его сооружения, нежели самому гоголю, ставит Россия в Риме в 2002 году. Автор Зураб Церетели. В парке Боргезе сидит могучий здоровяк. Римских спагетти он наел на несколько тонн цветного металла. Так и осталось. Официальный гоголь – украинский фольклорист и русский разоблачитель. Модный гоголь – мировой авангардист, опередивший и свое время, и наше. На Западе гоголя тоже сперва считали бытоописателем. А с 20 века, когда Франц Кавка посмотрел в Праге «Ревизора», сумрачным славянским гением. Юл Бриннер в голливудском «Тарасе Бульбе». Картинный и сюжетный гоголь весь и по многу раз экранизирован на Западе. Есть совсем неожиданные версии. Я ждала тебя. Итальянцы перенесли действия ВИА в Рим. В Египте сделали «Ревизора» арабским. А это «Ревизор» мексиканский. Так мексиканский городничий сообщает о пренеприятном известии. Чем больше проходит времени, тем удивительнее, что вообще жил на свете такой человек. И что так полно сохранил он себя в четырех-пяти томах оставленных им сочинений. Двести лет как не дает заскучать и впредь не даст. Куда ж несешься ты, птица-гоголь? Дай ответ. Не дает ответа. Гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух. Летит мимо все, что не есть на земле. И, косясь, постараниваются и дают ей дорогу. Другие литераторы и литературы. Другие литераторы и литературы. Другие литеры и литературы. Другие литеры и литературы.